что у нас на тест-драйве сегодня целиметаллический фургон семиместный козель next да все всем пока за проезд передаем какой у вас рост и вы подскажите ну почти метр девяносто как раз для вас это в доме как тебе задний привод вообще ништяк она 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 под тобой прям едет делай смело брата я теперь начинаю понимать за что любит газет сутки сутками а штуки это классные потому что они полезны давайте рубрика по домам посмотрим как выглядит автодом то а здесь газовая горе газовые конфорки так и посмотри достаточно большая кровать если ты ее покупаешь ты должен понимать что тебе нужно ее нагрузить и тогда ты ее быстро окупишь в том-то и дело ну что друзья мы в астане сегодня будет необычный тест-драйв и обзор вместе с дмитрием директором дистрибуции вот этих интересней что можно сказать народных автомобилей может сказать народ можно можно да потому что все коммерческие перевозки в основном на газелях осуществляется до поздравляю вас с открытием автосалона и так что сегодня здесь стоит что вы представляете с чего начнем это новая линейка автомобилей она сейчас готовится к выпуску в казахстане соболин новая версия будет выпускаться в казахстане однозначно классно мы планируем это в двадцать пятом году уже начать необходимые сертификации проходим и прочего будет выпускать вираж про наш автосборочное предприятие семипалатинский завод с тема сна отпускать классно что здесь интересного для им честь штабной автомобиль в полевых условиях вот как кабинет пожалуйста и сейф рабочий стол это для чего соболь такси заболенен до социальное такси оборудован подъемником электродверь сдвижная что значит н н н н н да это не ручка она электричество это новое поколение данным так это такой социальный автомобиль дальний автомобиль за для перевозки людей с ограниченными возможностями как называли их раньше инва такси да 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 нечто подобное ну инва такси это простой язык так это очень интересный автомобиль на самом деле это длинная самая длинная база в цельном металлическом фургоне для отдаленных регионов как правило строятся мобильные кабинеты это конкретно гинекологический кабинет пойдем смотри это гинекологический кабинет для до для отдаленных регионов ну да за сколько такие машины популярны под республиканские программы можно запускать для того чтобы обеспечивать доступным медицинским обслуживанием да это очень я впервые вижу передвижной гинекологический кабинет сколько он стоит интересует у стоимость как таковая еще не объявлено это же такой штучный экземпляр возможно как эксклюзив это возможности которые да это классные штуки автомобили сутки с шутками а штуки это классные потому что они полезны так это food truck food truck все верно так что с ним корпус здесь мы стоим заказ корпус композитный получается это за базу берется трехместная кабина и это уже все сверху интересно что вы сразу подготовили готовое решение для food truck of посмотри как какой кузов посмотри сколько здесь выходов питания здесь дополнительные на иные источники питания достает ну да можно подключаться снаружи плюс генераторы использовать в принципе все что есть для работы маленькой кухни ну тут есть можно и бургеры выдавать и хот-доги да для любого фастфуда он подойдет классное решение очень интересно цена дмитрий нам не говорит но мы узнаем потому что это интересное решение для бизнеса и самое главное это все будет в казахстане ну да автодом на базе цельнометаллического фургона но обычно автодом же делают также вот композитный кузов какой-то надстройка это взяли готовы цельнометаллический вы сделали готовое решение да он длинный сразу не нужно никакую настройку делать место достаточно компоновку там учли все необходим давайте рубрика по домам посмотрим как выглядит автодом так здесь можно кушать здесь ниши ящик для хранения вещей так и здесь все управление отопителем крыша что с крышей это маркиза электрическая ну что друзья своя маркиза в газели и атаков будет вы что наделали стараемся угодить все начал падать у меня не наругает палки надо поддерживать я на ругать не наругают я вот слежу чтобы не на ругать так смотрите через честь подогрев воды помпа левая правая душ душ свет вытяжка спальные места кухня контурное освещение есть смотри включили то не зайдет туда со мной или как давайте контурное освещение управление крышей так управление крысе я пока еще не понял как работает ну интересно и очень интересное решение друзья так здесь у нас это для посуды удобно кстати да все в рамках экономии пространства здесь мусорный ящик здесь у нас что а здесь газовая горе газовые конфорки ничего что мы хозяйничать обязательно нужно хозяйничать так и посмотри достаточно большая кровать и много вещей не такой в наших регионах это наверное а это скулья тут находится в наших регионах это такая газель охотника рыбака нет наверно больше как автодом все таки 8 авто дом она проходимостью не отличается большой только по хорошей дороге если приехали это обычная заднеприводная версия ступень когда выехала до электрическая ну большая какая у нее длина приблизительно метров 6 больше 6 даже в общем если кто-то знает больше об этом напишите нам чтобы мы пока еще не разобрались с крышей так это понятно это valdai valdai это бескапотная среднетоннажная машина а вырезоподъемностью около пяти четыре пять тонн зависимости от модификации вот valdai 8 5 тонны этот четырех тонны а как здесь представлена эта платформа эвакуатор какие самые популярные в основном это промтоварные изотермические фургоны которые используют ритейл для развозки по городу а фургоны для развозки то есть вот такие эвакуаторы слабо берут эвакуаторы да так это не так всегда нажимается пальцем ничего да 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 утеплитель большой поэтому так сложно а здесь то есть это мультитемпературный фургон здесь сколько они раздвигается два отсека но сдвижная стенка позволяет регулировать объем а стенка сдвижная до удобно удобно и здесь гидроборд электрическая газель е.н.н. планируется к выпуску в казахстане да я правильно понимаю да так груза пассажирский цельнометаллический фургон 7 мест ну интересно решение так это электрическая vip-газель да да а ну где vip-там ужас уход друзья так это vip-газель посмотри это же один в один столик из mercedes в класса друзья реально один в один оттуда столик дмитрий для кого эта машина в основном предполагается для встречи делегаций высокопоставленных гостей классно передвинуть то есть для встречи таких людей как ужас да безусловно без проводные зарядки всевозможные usb порты вот это для чего откидывать спинку можете продемонстрировать просто надо без большими вот там гигантская плазма как у меня дома как в самолете оборудованы ну или в больших автобусах места для багажа да не как-то кондиционерная система так здесь сосочки такие дефлекторы колоночки интересно интересно да это реально автомобиль для делегаций так а это новая вот это соболь н.н. в полноприводной версии вот это проходимый аппарат куда кто и кто его покупает ну там в основном используются разные модификации специальных автомобилей на этом шоссе больше всего мы автомобили продаем вариации скорой медицинской помощи либо санитарных автомобилей очень много у нас регионов с не лучшим качеством дорог но это прям создана создана для для нас дорог классно посмотрите регулируемая высота сидений да на пневмоподвески сидения раздаточная коробка с электроприводом кайф уже более современный вариант какую машину можно на какой-то машине можно прокатиться да пожалуйста у нас есть куча серийных вариантов тогда мы можем предоставить например цельнометаллический фургон 7 мест куда можете сесть и по сгруппой сгруппой или сгруппой зале до своих коллег по все смело спасибо ну что для вас автомобиль приготовит мне кажется нужно найти главного специалиста по таким автомобилем и по нашим дорогам это роман масленников который искали сил и на автобусах и на дальнобойных машинах и на грузовых не только весь казахстан но и штат да да роман не можно конечно все безусловно спасибо руслан что у нас на тест-драйве сегодня вебет у нас получается целиметаллический фургон семиместный газель next на бензиновом двигателе в отек 2 и 7 с объема 27 принципе что я почему-то рассчитывал на дизельный 2 и 5 но бензиновые мы любим еще больше поэтому то отличное решение какой здесь клиренс кстати при полной массе при полной массе если до 180 миллиметров на почему это важно спрашивать у таких автомобилей про полную массу потому что они существенно просаживаю до под людьми которых 7 салоне до условно и сколько помещается в кузов с вами согласен это автомобиль коммерческий грузовой отсек помещается семь с половиной кубов серу за половиной до полная полная масса данного автомобиля три с половиной тонны грузоподъем на здесь полторы но полная масса три с половиной а вот обычная обычная масса 2 2 тонны 2 2 тонны 200 килограмм примерно в целом его рама позволяет рама данного автомобиля позволяет привозить груз около двух тонн около двух туда без дополнительных усилений это условно если людей не будет сюда можно побольше груза да да совершенно удобная высота погрузки да здесь очень удобная высота погрузки плюс на сам бампер можно вставать ногами и держать за ручку поднимаетесь в грузовой отсек высота грузового отсека 2 метра то есть если быть точным тысяч девятьсот девяносто семь миллиметров какой у вас рост бегут подскажите ну почти метр девяносто как раз для вас это в даме под для погрузки для разума стоит да да человек вашего роста вполне себе умещается там точно 2 метра до 1997 метров ну да почти два метра в целом получается высота автомобиля высота автомобиля 2 и 7 а это удобно его эксплуатировать потому что да конечно достаточно высокий получается посмотрите если говорить конкретно об этом автомобиле то в грузовой паркинг он заедет 2 и 7 в целом при практически во всех паркингах нашего города мест идет нормально он проезжает только так-то дверь первая да 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 ты снял это я приношу прощение ничего страшного и нашу прощение я первый раз закрывал газель next друзья да так какого радиуса колеса 16 16 колеса компоновка 42 да да совершенно верно 4 2 для тех кто не особо понимать 42 это когда два колеса на с каждой стороны оси правильно ну 42 это получается показывает его привод то есть привод у этого автомобиля за не рассказывал так как это коммерческий транспорт сзади в него двускатная шиновка для того чтобы давление груза распределилась равномерно классно большие зеркала два зеркала до два зеркала это получается показ мертвые зоны данное зеркало регулируется электрически плюс с подогревом мертвую зону да очень большие зеркала они позволяют обзорность очень большая что сейчас устанавливают газели смотрите сейчас в данном автомобиле установлен подстаканник подстаканник под бумаги электростеклоподъемники регулировка электрическая зеркал сидение у нас сейчас стоят нового образца они идут с подъемом вверх-вниз поясничный подпор то есть сидение само регулируется вверх-вниз плюс поясничный подпор подогрев водительского сидения и самая интересная часть для рослых людей сама подушка сидения имеет регулировку еще помимо того что само сидение регулируется плюс еще в подушку с ней ну и соответственно подлокотник это обязательно так компоновка 7 местная что сейчас у нас получается рулиного образца до управление магнитовой до управление магнитовой рули идут уже сейчас кожаные с анатомии более удобные ну и соответственно приятный на ощупь так высота света фар совершенно верно высота света фар что здесь в коммерческом автомобиле это просто необходимо потому что все-таки груз задняя часть где-то садится выше ну точнее садится больше для бутылей мне нравится здесь очень много подстаканников подстаканники логично абсолютно логично если ты понимаешь профессию людей которые здесь и я с вами согласен все-таки всегда у меня вопрос насколько популярной версии пассажирско-грузовые потому что ну либо у меня всегда так либо над грузовую делать и пассажирскую смотрите такие автомобили покупают люди у которых есть допустим семья но у них имеется всего да там один автомобиль то есть это вот такой и эксплуатируется он да 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 то есть такой автомобиль эксплуатируется как по нуждам бизнеса по работе и также вечером можно съездить семьей там в парк либо в кино классно категория бы категория бы то есть и везде можно на нем и проехать совершенно верно предоставаться никаких нигде ограничений не совершенно верно бит так перчаточный ящик тут у нас смотрите как в салоне автомобиля так как это автомобиль коммерческий опять же тут много всевозможных не знаю да тут у нас перчаточный ящик здесь у нас бардачок в центре сверху если вы посмотрите там у нас получается под бумаги а4 накрывается тоже отдельно допустим отвезли товар честно говоря собрали накладные тут по моему больше чем старые место для того чтобы что-нибудь спрятать и прикуриватель есть да вы староверы самом деле очень нужная порою функция согласен и я удивляюсь тому что многие производители так легко отказались от прикуривать в основном кстати сейчас китайцы только оставляют прикуривать так здесь опять ящички 4 ниши на 4 человек помещать 4 человека смело помещается здесь у него получается почти два метра ширина автомобиля да давайте попробуем четверых людей посадить пожалуйста так я здоровый ничего страшного вперед давайте там как раз есть подстаканник на столе под ваш кофе отлично так кто следующий еще есть юзи порт для зарядки вашего смартфона да еще есть выход на 12 вольт два столика поместились до 4 2 давайте мы закроем дверь да все всем пока за проезд передаем здесь большая выемка большая ниша для сумок для чего-то не очень тяжелого но очень объемного пара динамиков и люк для того чтобы нам было комфортно комфортной погодой передвигаться да и в полный рост я могу встать совершенно верно автомобиль утилитарный достаточно и при этом ну весьма комфортно я теперь начинаю понимать за что любит газель гарантия на них какая гарантия на них три года либо 200 тысяч километров три года либо до смело можно три года по ей до откатать свои километры также есть программа трейдин а и по получить новый я уже хотел три года отъездить поставить какой-нибудь японский мотор и на нем газовать не обязательно вы можете через три года обменять его на новый точно играет рейдин да тем более я думаю что в двадцать пятом году у нас уже будут газели нм-серии классно сколько стоит такой автомобиль газели next идут от 12 миллионов от 12 именно вот эта версия именно такой автомобиль он будет стоить средняя 14 миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч деньги а но это достаточно топовая версия из-за того что бензин да стоит или дизель дороже вообще дизель дороже но они пока у нас не выпускаются они будут у нас тоже двадцать пятом году сейчас проходит 936 тенге 14 миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч тенге именно такой автомобиль с гарантией совершенно верно с гарантией три года а какая максимальная скорость я думаю 130 и 200 написано наверно где-то 130 и ограничитель стоит и ограничений нету в целом мы лично сами такой автомобиль разгоняли до 140 но на 130 это то что нужно принять то есть это средняя база даже не короткая веса называется средняя база то есть она короче длинна базной версии на 60 сантиметров то электрической версии которую мы смотрели то есть аналогичный автомобиль только он идет немножко короче здесь смотрите если касаемо этих полок например бригада но не знаю сборщиков мебели приехала на заказ и вот они устали и хотят например спать ну грубо говоря сейчас я вам покажу одну секундочку я только не вижу веревки здесь это было на спрятану сейчас одним движением руки кресло превращается в кровать да то есть та сторона логанада раскрывается и одному человеку можно смело поспать отдохнуть и я теперь вообще понимаю почему бизнес покупает эти машины что ну она реально универсально утилитарно и понятно нашим людям я с вами согласен тут ребят смеются они думают что я такой человек который там будет ездить на майбахах там ханчи паршах ламборгини это понятно но у нас есть бизнес да это и кофе это и производство кофе и кофейни и выпечки и бургерные и многие другие бизнесы и им нужны именно вот такие автомобили ты не будешь на тех про которые вы меня привыкли видеть заниматься коммерцией потому что бизнес делается на таких машинах а когда ты все заработал уже купишь себе такую которую душа пожелает согласен с вами классно ключи есть так ключи в автомобиле зажигание на связь вот тогда где рома мы хотели что вот рома нам рассказал он он шарит все самый главный вопрос так как это бизнес автомобиле первых сколько продаете вы год около четырех тысяч автомобиля этот год какой по на этот год у нас план почти пять тысяч пять тысяч я подозреваю что многие хотят их купить по каким-то финансовым программ что у вас есть правильно подозреваете у нас есть наше предприятие то есть предприятие виража финансовая комп транс лизинг также можно приобрести через фонд развития промышленности и через казаграфинанс мне интересно в основной на бизнес стараются брать в лизинг таких согласен с вами да так есть сколько процентов смотрите о 30 процентов первоначал от 20 процентов извиняюсь первоначальный взнос срока можно взять до трех лет ну что друзья мир меняется теперь газели собирают в казахстане в семей на симазе и у нас на тесте next объем двигателя 2 и 7 литра ром я почему тебя позвал но нет ни одного человека которому бы я мог доверить тест такой техники потому что ну расскажи на чем ты только не ездил на дальнобойных машинах и на дальнобоях ездили на газели ездили на дамасах ездили на чем только не ездили да каких только странах ездили смотри это у нас такая достаточно хорошая комплектация она стоит 14 миллионов 900 тысяч маночки в ней 7 мест я думаю чё ждать поехали погнали да гоу сдвижные а может можно я сяду назад я как раз хочу проверить насколько комфортно пассажирам сзади будет до избирательность против очень хорошая то есть она такая не короткоходная кулиса то есть ну не промахнешься 5 что тут у нас как на легкового она работает в паре с его таковским двигателем 2 и 7 у него кстати крутящие 220 неплохо для газели да ну должна быть хорошая тяга приборка не цифровая на принципе все тут удобно тахометр чуть больше у тебя спидометр чуть больше не есть бортовой и смотри цифровые обозначения у нас немного бензина до газовать не будем сейчас посмотрим что у нас из того что я смог узнать из того что я знаю опысл какой разворот радиус хорошего газели ну куда едем куда хочешь можем в рецкарлт 3 на газели я еще не катался очень хорошая коробка я тигры по шумке что-то изменилось значительно потому что газель была прям шумноватой почему поехали заедем микро дистрикт из того что я понял расход у нее ну по паспорту 12 литров на сотню в реале тяжело сейчас будет понять наверное объем бака 80 я думаю что тоже вполне достаточно загрузка же лишь важно давай вот заедем близ мечети посмотрим как он походил то есть это такой аппарат который вот прям должен работать маленькая мягкая а где мы едем и мы видим прям вот я бы так никогда не приехал я лишь я не привык на зеркало на на самом деле да да мы сейчас пролезем но так как могло потому что у нас как бы ты снимаем практически бескапотная компоновка да но я чуть-чуть стремимся ну да да это все таки делал они как мягко и там дорогой были были чувства она да она не сказать что хорошо подхватывает да но она просто вот едет и что ты делали шумкой пароль очень думаю кстати руль обшили нормальным каким-то эко материалом потому что рули были такие блестящие вся здесь вот такой матовый как тебе задний привод вообще ништяк она 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 под тобой прям едет чувствуешь и тебе не фронт был драйв и все ты вот так стал короче на м-36 и поехал набрал там друзей с собой что у нас там я можно огород вести в на кубов там тогда ну надо чуть подработана я не попал просто вот это удивительно конечно а че тут разворачиваться можно как тебе на четырех колесах сзади слушай на самом деле не чувствуется вообще то есть сзади двускат и настоят если часто не сказал я подумал что мы на 1 скатах идем и посмотри по рулю то есть стабилизация по курсу помнишь да как болтаешь и ничего не происходит да а здесь во первых смотри отпускаю руль она идут я сейчас если ровно выправлю что при этом руль достаточно чувствительные обрати внимание гидрачок по ходу стоит еще тут есть понимание чете под колесами чего сейчас большинстве автомобилей лишены да чуть-чуть подвыжать я сразу предупреждаю максималка дома в городе что 130 как говорят но я над подозреваем 13 но я подозреваю что она может мне кажется тебе нужно еще посмотреть правда ли видно мертвые зоны в этих зеркалах по зеркал нормально потому что у меня смотри которые в нижней секции зеркала не с диоптриями и то есть по ним как раз ты по низу кузова смотришь дал эти сферические элементы они реально помогают я вот вижу камни знаешь что бы я добавил еще сюда я добавил верхнюю секцию чтобы я видел высоту кузова потому что частная проблема же это вот эти вот ветки что-то зацепишь надо да да а так здесь здесь хорошо по рулю мне очень нравится то есть давай я покрутил вот она там четыре с чем-то она хочет чтобы ее переключили не скоростной автомобиля просто для передвижения с очень понятным сцеплением сразу сел и поехал это зеркала не регулирую смотри но мы не регулировали мне сзади достаточно комфортно тут и столики и подстаканники а вот как с водительской точек зрения я вижу у тебя сиденье регулируется во все стороны да я бы на дальняк в принципе нормально мне чуть коротковато по подушке просто я на китайском грузовике недавно ездил и вот так вот мне не понравилась посадка как будто бы она не для людей моего роста и вот здесь смотри все все классно и с точки зрения то есть почему мне не нравится вообще обрубуши на бескапотные вот так вот едешь как бы ты как будто падаешь сейчас этажа а здесь ты вот присел на при этом у тебя панорама высокая широкая и вот по зеркалам вот верхней секции можно бы добавить если машина бы прям работала в городе если ездить по м-36 там астана алмата то в принципе ништяк думаешь все хватит и самому и не самому думаешь хватит я думаю хватит дальше попробуем как она еще по маневре на всего здесь на парковке что вот это важно же для машин такого класса я вот сюда бы вот как твое мнение мне говорят что эти машины покупают люди с большими семьями или к примеру компании там по сборке где нужно много персонала восьмой обалдеть то лучше чем maybach здесь я не смогу потому что она прикинь как можно на ней дрифтить зимой главное не перевернуться делай смело брат из чоку то есть видно по маневренности она великолепная мне кажется это такая история все-таки если семья у которой есть допустим ферма что сейчас возрождается то это было офигенное тело ну да то есть говорили что казагра лизинг по-моему казагра они 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 дают они дают на лизинг именно фермерам кто кто занимается своим хозяйством это же помаленько все возрождается она можно и в город съездить да и еда и не стыдно и семьей потому что ну второй-то ряд присутствует же это же тоже как бы не массовая до газели массовой газели он они стоят чуть-чуть надо посмелее здесь мы взяли машину прямо из новых у нас не так было много бензина и вот по последней остатке мы докручиваем так это сима за до машина да давай еще слуху там еще попробую здесь подкрутиться посмотрим здесь получится не получится между но не получилось мы чуть-чуть все паркуемся если хочется прям расширенный тест-драйв с рыбалкой элементами аграрных событий то на этой тачке можно катаны потому что потрясающе мягко вот м36 достроили вот на ней надо было ехать пока не достроили да да но я думаю у нас есть еще причина покататься по казахстану снимали обзоры дорог возможно мы возьмем одну машину именно вот такую чтобы проверить насколько реальная машина для реальных людей реальных бизнесмена бы рессоры прям страдали да да что в городе ну комфортно было мне только что причем все-таки за счет того что кабина просторная ну тебе здесь реально комфортно все чем мог благодарим брат просто ты красавчик спасибо большое спасибо но смотри какая твоя оценка в итоге вот машина стоит в такой компоновки на бензине 27 14 900 понятно большинство людей берут в лизинг в кредит 20 процентов там 30 процентов на сколько она стоит своих день серии 14 миллионов до 4 900 от вообще от 12 они стоят но именно в той версии на которой мы катались она стоит 14 9 смотри если ты не понтуешь себя делами занимаешься на своей ферме да там же ты соя выращиваешь арбузы то ты бы наверное хотел себе взять китайский полноприводный кроссовер с кожи и рожи и вентиляции сидений как раз вот за эти деньги по скидке может быть даже еще дешевле но чё с ним делать у тебя быстро умрет багажник у тебя ранее поезды на сервис и прочее а здесь машина которая здесь обслуживается не но это машин для обслуживания обслуживайте можно в бурл байтале в мерке где угодно понимаешь что надо быть жителем мегаполиса чтобы мексик обсудить ее можно самому вообще в целом да более того ее можно доделать доделать пару листков рессоров пустить туда что выносливость была по по нагрузке но гарантия правда три года или 200000 потом можно либо трейдер либо доделывать потом что-то с ней уже придумать это да 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 прикольная тачка как раз для возрождения вот аграрные составляющие нашей республики или или для тех кто к примеру использует большое количество людей при монтаже чего-либо монтаж оборудования до стройка когда-то вольте мебели да когда много инструмента с собой возишь такая знаешь типа как вот пикапа в америке да где у него там все под этими локерами стоит ну а самом деле я задумался в том числе и для своих бизнесов потому что реально очень удобно она просто должна постоянно работать то есть они должны стоять как там не за bus приехал за тобой забрал себе да она должна вот если ты ее покупаешь ты должен понимать что тебе нужно ее нагрузить и тогда ты ее быстро купишь том-то и дело вот просто так мир меняется газели производят в казахстане мы прокатились вместе с романом планировал я но пожертвовал свой бензин тебе так как более специалиста для меня по нашим дорогам нет ну как он кстати по нашим дорогам хорошо но мягкий это наверное даже глупый вопрос да если загрузили еще бы мягче поехал но куда мягче я уже не знаю ну что друзья давайте объективно это бизнес это коммерческие автомобили понятное дело многим из вас возможно не понять для чего это берут но цифры говорят сами за себя машина сделана для нашего региона как мы уже услышали стоит полностью своих денег более того насколько быстро вы ее окупите зависит только от вас от вашей модели бизнеса смотрите полная парковка вот таких автомобилей в разных модификациях споры тут ни к чему рад что машина становится все человечнее все комфортнее и появляются вот такие модификации которые также будут собираться в казахстане ну что друзья это была презентация нового автосалона газель вираж бренд становится казахским и очень востребованному малого среднего бизнеса как мне подсказали кто-то в пятый раз берет лидинг на машина на вы пишите комментарии за самые лучшие из них мы подарим до рандомно подарим для всех подписчиков за любой коммент выберем прямом эфире инстаграма 100000 тенге